Не просто алгоритмы, как зарабатывать миллион, но мышляй, как миллионер. Вот это очень мне нравится. И по этому причине я создаю Кочингс Энергии. У меня всегда ощущение, что я очень люблю в этой профессии, что я работаю не потому, что я должна, я работаю, потому что мне это нравится. Если я вижу, что действительно нет динамик, потому что мало действия, мало мотивации, энергии падают, сомнения постоянно. Динамик нехорошая. Для меня динамик самое главное. Сергей, привет. Привет. Как тебя здесь? Великолепное место. Меня зовут Савич Сергей. Я сегодня прилетел буквально на два дня на Кипр, чтобы пообщаться с моим старинным другом, благодаря которому я заработал свой первый миллион в индустрии. Мы сегодня живем в удивительное время, когда человек буквально за несколько лет может сформировать и изменить свою жизнь. Наша задача, наша цель, наша мечта может быть – это дать возможность людям как раз жить той жизнью, которой они хотят жить. Путешествовать, видеть красивые места. Здесь будет грандиозное мероприятие. Первое международное событие компании. Сейчас в компании готовится очень много вещей, сюрпризов, изменений. И очень важно это обсудить, потому что стратегически важные решения, которые повлияют на развитие очень большого количества людей. Готовятся новые очень интересные продукты компании, которые, не побоюсь этого слова, будут использовать по всему миру. И это будет происходить здесь и сегодня. Миндаль любишь? Очень. Ну, замечательно. Ну, надо будет подождать, но смотри, все, что ты видишь здесь, это все миндальные пола. Это очень красиво. Меня показали этот мест, вот, недавно, Саша Минский. Вообще здорово. Да, ей привет большой. Передаю. Скажи, Филипп, вот я у тебя давно хочу спросить. Ты в индустрии уже 25 лет. Я 20, мы с тобой уже дедушки сетевого маркетинга. Да, да, ну видишь, что тебя ждет. Ты нервничаешь больше, поэтому я президентом не хочу быть. Вот, вопрос в чем? Вот, много этапов прошло в жизни, да? Что тебе в индустрии больше всего нравится? Вот почему ты до сих пор этим занимаешься? Ну, если больше всего, конечно, когда ты что-то делишь, конечно, это результат. Ну, надо как-то по-любому работать. И каждое твое движение, оно должно иметь смысла. И поэтому результат, ну, успех, деньгах, это, конечно, важно. Но, если ты говоришь о общей процессе... Вот, меня именно это интересует. Номер один, что меня больше всего нравится, это когда я думаю, а какие путешествия мы будем планировать, куда я хочу улететь с ребят и увидеть их глаза. Ты помнишь, когда мы с тобой недавно, когда мы были на Кубе? Мы с тобой были уже несколько лет назад, по-моему, 10 лет назад, да? Да. И несколько месяцев назад мы были снова на Кубе. Для нас это был второй раз, а для всех был первый раз. И я когда-нибудь увидел все эти машины, это вот... Я кайфовал просто отсмотреть вот эмоции, их глаза, и как они все восприняли, это здорово. И жду сейчас, без терпения, когда мы будем лететь в Нью-Йорк, когда ребят будет сидеть в самолет в Москву и летит вот с прямой риса в Нью-Йорк, бизнес-класс, они будут спать всю ночь на кроват, бизнес-класс в самолет, и сидит в гостинстве, стоит 1000 евро ночи в центре Нью-Йорка, в самой лучшей гостинстве. Вот это меня не просто путешествие, но открыть новые эмоции, что-то, которое они никогда не видели, никогда не делали, открывая новый горизонт, расширение своего мышления. Не просто алгоритмы, как зарабатывать миллион, но мышлять, как миллионер. Вот это очень мне нравится. Да, круто, мне тоже это очень нравится. И поэтому причин я создал кочинг синергии, чтобы создать не только вот контент, обучение, потому что, в принципе, этот контент у всех есть, но просто сопровождая людей и ребят на определенном уровне, которые претендуют на уровне еще выше, на понимание и чувство, и прожить какие-то новые эмоции, новые ощущения. Это, наверное, что мне больше всего нравится. Не просто путешествие, но все, что связано с этим, красоту, что связано, куда мы идем, и причины, и что это дает. Вот это у меня номер один. Ну вот это, наверное, как раз второй вопрос, который у меня из этого вытекал, понимать, что в долгосрочном бизнес можно строить не только, когда ты деньги зарабатываешь, а когда ты еще от этого получаешь удовольствие. День идет, уходит, мы с тобой знаем. Да, и проходим много этапов прожили. Бывает. Поэтому, конечно, важно настроено, правильно фундамент мышления, фундамент действия и перспектива, и знай, куда. Знаешь, нога хорошо, в хороший фундамент, и вот мышление вот без границы. Вот сейчас у нас индустрия, она очень сильно, в принципе, меняется, да, потому что появились новые технологии, появились новые инструменты. Именно поэтому, наверное, ты один из первых почувствовал вот этот тренд, и именно такое направление сейчас выбрал. Я не знаю, если я по чувству, или если я всегда нахожусь куда надо. У тебя же не сразу все пошло, то есть первые два года, ну, как бы, результата не было, но ты же не бросил, не пошел там в другую. Первые два года я думаю, что я сейчас иду в другую направлению, это будет здорово, не пошел. А сейчас рынок дал обратную связь, что сейчас мы идем в правильное направление. И я думаю, что надо больше всего почувствовать обратную связь от рынка, от идеи, от рынка в общем. Потому что это рынок, который диктует, что он хочет. И надо не сопротивляй, и надо позиционировать меня. Я не сопротивляй, у меня нет жесткой позиции, что все должно быть именно только так. Я достаточно гибко. Гибко на понимание, но принимай, а потом жестко на действие. Да. Вот иногда людям гибкости не хватает, перестроить мышление. Они жестко на мнение и очень гибко на действие. Да, да, да. А должен быть наоборот. Я надеюсь, что ребят, которые летают на Киев, будут чуть-чуть гулять, потому что очень много потрясающих места, не только море. Да. Не знаю, если успеть, или не успеть. Ну, кто-то успеет, кто-то не успеет. По крайней мере, будет куда они посмотрят сейчас. Большинство, кто прилетит, в основном на море будут. Посмотрят ролик, и им захочется потом еще возвращаться. Может быть, ты им покажешь, кому нужна миндаль, потому что марта месяца, на событии, как раз здесь будет миндаль. Да, обязательно. Свежая. Может, сам приеду. Давай. Ну, все. Сергей, мы с тобой сколько лет занимаемся вместе с диван-дюстри? Ну, можно сказать, с 99-го года. 99-го, сколько получается? В этом году, получается, 20 лет будет. Ничего себе. Ты знаешь, когда я, в прошлой неделе, у меня была съемка с ребят, и выяснил, что когда я приехал в Россию в 96-м году, они только родились. Вот, вот, вот. Ну, у нас с тобой один год разница, да? Ага. Ты у меня старше уже, но волос еще осталось много. Вот, и я предлагаю, что мы с тобой немножко, вот, будем поделиться с, ну, зрителей, вот, по нашим опыт, потому что у нас очень интересная история, что мы с тобой начались работать в сетевоиндустрии в России, когда все только-только что начались. Это в, ну, 90-95-96-м году, когда-то, ну, совсем начало. Ну, даже когда я начинал, еще не было ни информации никакой по сетевому в России, ни книжек, ни литературы. Это сейчас все, как бы, известно. Да, были только одни книги, я помню, которые появились попозже, это были книги Антона Халфонова. Да, 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 первые книги, да, еще одного нашего партнера. Да, 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 да. Я помню, что когда мы были с тобой, наша первая компания, ну, в России, такая заменительная, когда ты про эту компанию сегодня говорим и слышим. Ощущение, что люди, которые в эту компанию, в эту компанию уже люди как-то возраст такой серьезный. А на самом деле, когда все начались, а все были 20 лет. Ну, как у нас ребята вот сейчас как раз, они примерно так же. Да, да. То есть они сейчас могут в следующие 20 лет зарабатывать там по 50-100 тысяч долларов. Интересно, что мы с тобой сейчас как-то раскручиваем сетевой по всей новой методе рекрутинга, работы. конечно, сейчас переписка директ на Instagram, наверное, интереснее, чем эти работы на улице. Ты помнишь? Ну, конечно, конечно. Или эти анкеты возле метро. Конечно. И все, что угодно. Все развивается очень быстро, динамично, потому что новая компания, новые эмоции у ребят. Для большинства это вообще первый сетевой маркетинг. Это я как себя помню, как первую любовь. Да. Ты кайфуешь от всего. Ага. Вот. Но вот сейчас второй-третий год наступает период, когда... И он, наверное, самый сложный, да, как мотивирует лидеров. Ага. Ага. Когда, в принципе, люди уже привыкли и начинают успокаиваться. И более того, самое страшное, многие войдут в зону комфорта, то есть они начинают получать деньги, которых никогда не зарабатывали. И, ну, кажется, все пределом мечтаний. Вот что посоветуешь в этот период людям делать? Да. Ну, смотри, для меня это самый интересный период, потому что, ну, я, по моим опыту и моим пониманиям, есть три этапа. Первый этап – это когда идет подъем сильно или вообще не пойдет. Есть тоже такой, что бывает. Вот у меня так первые полтора года вообще результата не было. Или, или, бывает, знаешь, как-то проект, вот первые два года сам компания, сам проект, ну, не покажет себя и как-то ничего не полюс. Да, ты больше типа же марафон, ты работаешь больше на марафон, чем на спринтер. И много людей первые два года действительно вот основные, они больше спринтер. И они могут, конечно, быть уставшие на вторую часть. А вторая часть, она очень важна. Она очень важна, потому что, когда закончили этот период, можно сказать, шансы начинающие, вот которые все строят только на своей эмоции, своей, как вот, довольны, это немножко как отношения с личной жизнью. Когда прошел эту эйфорию, потом начинаем настоящие строить отношения. Кому скучно, кому-то интересно, потому что идет уже какие-то фундаменты. Для меня это очень интересно, этот второй этап, потому что она готова на третий. А только на третий этап человек может обогатеть по-настоящему. Когда ты уже, знаешь, уже купил вещи, которые ты, ну, очень хотели, не хватает. Например, ну, полный перезель, полный гардероб, одежда, купил какие-то дорогие украшения, часы, какие-то, вот, хорошая машина. Обычно первый день уходит вот так. Может быть, приобретит, вот, может быть, какой-то… Недвежимость. Недвежимость. Ну, еще не совсем на первый этап, для кого как. А второй этап идет как раз работа фундаментальная, где ты как раз все укрепляй. И если все начинает через шансы, начинаешь, а потом все продолжает через испытания. И этот период испытания, она проверит как раз, к какому уровню людей, какое он терпение, какое видение, какое настроение. Если действительно он это взяли, потому что он настроен на карьер, на серьезный бизнес, на доход, на большие деньги и на долгосрок. Или просто человек, просто, вот, хотел какой-то флёрт, ну, как флёрт, вот, в отношении, вот, можно так сказать. Знаешь, девушка, которой ты познакомила дискотеку, вот, вечером… Пофлёртовать, а? Пофлёртовать, вот. Очень похоже, много людей в себе индустрии. А есть люди, которые настроены нормально, серьезно. Они хотят семья, дети, настроены на большой процесс. Естественно, эти люди, которые однажды у них будет, ну, внучка маленькая и так далее. Ну, это другая история, конечно. А здесь то же самое. А третий этап, третий этап – это как раз обучение обогатеть, укрепление, уже опыт, когда ты понимаешь, ты уже работаешь только на стратегии, на развитие, на будущее. А вторая, она как раз между этими два момента. И поэтому она безумный интерес, потому что на второй этап много уходит, много утонулся, много устало. На самом деле устало, чего я не знаю, потому что только начинается. Ну, вот мне кажется, люди почему на втором этапе бросают и теряют мотивацию, потому что они не нашли в бизнесе что-то, что им нравится. Может быть. И пока ты вот это не найдешь, ну, рано или поздно этап энтузиазма, он всегда заканчивается. А твой взгляд, что они хотят найти? Они не знаю, может быть. Может быть. То есть, может быть. Потому что люди, я думаю, что они все хотят зарабатывать деньги, они все хотят жить лучше, ну, купить себе одежду, путешествия, девушка, украшения. Ну, даже мужчина тоже любит хорошие часы и так далее. Недвижимость и так далее. Но надо понимать, если ты действительно стандартное желание особое хочешь или действительно настроен. И вот здесь есть как раз натуральная селекция. Ну, селективный процесс. И я наблюдаю уже с тобой, уже сколько лет мы видели, как люди поднялись. Да, да, да. Упали. Ишли зайцы. Снова поднимались. Или кто-то, марафон, который, ну, большой этап. У меня был опыт работы с людьми, которые 30 лет в одной компании. Конечно, молодцы. И им чем-то повезло. Им чем-то повезло. Потому что они нашли как раз компанию Долгосрок. У нас с тобой были немножко, ну, иногда компания Долгосрок или лидер более-менее стабильный. И, конечно, это очень важно найти вот такой. Наверное, понимаешь, я был не способен создать такой процесс, когда у меня будет 25-30 лет. Да, конечно. Потому что еще опыта не было, да. Да, это нет. Это как, знаешь, очень редко бывает, что познакомь первая девушка и все это… И на всю жизнь. Любовь твоя жизнь до конца жизни. И на всю жизнь. Первая девушка или первый мужчина и все это любовь твоя жизнь до конца. Это касается единицы. И поэтому люди должны найти. Обычно пары, которые держат долго, потому что у них общий интерес. Да. И картине вот ясно. Помнишь, мы начинали, да? То есть не было ни интернета, звонки по телефону стоили бешеных денег, да? То есть технологии были работы совершенно другие. Вот что поменялось сейчас и насколько изменились технологии, да? Я могу тебе сказать, что я вспоминаю в 96-м, 97-й, 8-й год. Ну, все эти годы. Я помню, когда вместе «Закрой месяц», мы сидели дома на городской телефоне и звонили все свои перволинии, когда у тебя были, например… Сейчас то же самое, между прочим, бывает. Да, но только сейчас ты тест-дилей, ты можешь создать группы, например, и дам общие послания, например. Есть новости, которые не требуются, например, звонить по одному каждый человек и повторить 10 раз один и тот же эмоции, один и тот же новости. Да, да, да. И я помню, что мы сидели на телефоне 3-4-5 часов и вечером уже как-то нет сил, потому что повторили один и тот же новости. Одно и тот же. Ты можешь по группе, по каждой ноге, ты можешь влиять прямо в глубине сразу структуру. Да, с любой глубиной. Это очень здорово. Раньше ты вообще так не смог. И есть плюс и минус, конечно. Поэтому, конечно, технология сегодняшний день, она очень сильно помогает развить сетевой процесс. Я считаю, что раньше наша профессия была, можно сказать, тяжелой. Да. А сейчас есть инструмент. Ну, вообще никто сейчас не взяли холодный контакт. Да. Я просто не вижу. Они взяли контакт просто через, запуская какую-то… Рекламу. Рекламу или что-нибудь на соцсеть. У меня очень много людей пришло, подписалось в первую линию, с которыми я вообще вживую даже не общался. И оборот идет. И оборот идет, да. И оборот идет. Но несмотря на это, есть вещи, которые не меняют. И которые не меняют, даже когда ты не встречаешь человека. Ну, ты по-любому встречаешь на мероприятии. Есть вещи, которые, на мой взгляд, никогда не меняли и которые очень важны. Это событие живое. И это, конечно, отношения между людьми. Потому что… Вот это да. Есть, по-любому, один фактор, который был, который есть и который будет всегда. Да. Несмотря на любой робот, несмотря на любой новой технологии, новая система общения – это отношения между людьми. Это обида, это обидца, это мотивация, это взаимное понимание. Ну, как говорят, вот, технологии меняй, но дети, изви, как раньше. Да, это точно. И вот в связи с этим как раз еще один вопрос, очень такой интересный. С одной стороны, для того, чтобы человеку стать лидером, у него должна быть, ну, должен быть стержень. А с другой стороны, раскачанность чересчур эгон как раз и губит людей в этом бизнесе. Да. Как человеку поймать вот тот баланс по отношению к своему эго? Я как это, ну, как я для себя обработал этот момент, потому что мы с тобой прожили все эти этапы. Да. когда ты начинаешь, у тебя все открыть, все пространство, ты хочешь все питать, все информации от всего, как губка. А потом есть второй этап, когда у тебя первый результат или иногда хороший результат, и ты считаешь, что ты уже все понял, ты все знаешь, уже никого не слушаешь. А третий этап, когда ты уже заставляешь все слушать только тебя и твои мнения. И следующий этап, это когда ты получаешь удар от каких-то ситуаций или от результат, и ты начинаешь как-то вернуться немножко скромнее, на другой уровень, и начинаешь понимать, что принцип эго может быть полезным, потому что амбиция, ну, амбиция – это хорошо, характер – это хорошо, это помогает. Но если неправильное направление эго, концентрироваться, фокусироваться на себя, ну, кому это интересно? Люди думают, каждый думает о себе. Человек, который слишком концентрированный на себя… Он не замечает других. Он не замечает других, и другие будут замечать его, но с другой стороны они тоже хотят существовать, поэтому надо найти правильный баланс. И поэтому в соцсети даже, когда ты открываешь профиль инстаграм, эти вещи, что каждое фото есть только лицо человека. Он просто… только каждый день поставил свое лицо. Но это значит, что действительно здесь надо, наверное, диверсифицировать немножко свой взгляд и немножко смотреть на постранство вокруг. Я считаю, что быть магнитом надо иметь эго в плане, характер, амбиции, знать, что ты хочешь, но все должны быть в мире и не должны мешать твои отношения с другим и дискомфорту другим. Вот здесь, на мой взгляд, находят золотой баланс, когда твое эго не мешает другим. Тогда он полезен. Если он начинает мешать, тогда он обнуляется твой потенциал. Как я читаю, терпение – это важное качество или это могут мешать? Ну, это как раз зависит от цели. Если у человека цели, вот как быстрее что-то сделать, спринтер, ему надо выкладываться по максимуму. А если у него долгосрочные цели, соответственно, здесь нужно терпение. Вот представь бы женщина хотела не 9 месяцев носить ребенка, а побыстрее, тяжело же, да, там, что бы из этого, ничего хорошего не вышло. Я в свое время, когда приходил из банка в индустрию, у меня не было цели там быстро заработать денег, потому что у меня с деньгами и банками все хорошо было. У меня была цель как раз построить такой стабильный, серьезный бизнес, который дает стабильный доход. Вот, поэтому, и, собственно, ничего с тех пор не поменялось. Я понимаю, что отношения, весь наш бизнес строится на отношениях, да. Они, вот, как ты сказал, влюбленность, она может быстро возникать, а долгосрочные отношения, их выстраивать надо, над ними работать надо. И терпение, я считаю, что в любом деле это одно из самых важных вещей. Вот, например, приведу пример. Один у меня знакомый есть, он 30-ти кратный чемпион по жиму, ну, по тяжестям. И он говорит, когда я пришел в спортзал, были ребята намного талантливее, одареннее меня, да. Вопрос, где они сейчас все? То есть, а я просто ходил каждый день и работал, и пахал. Я понимал, что мне надо делать больше, чем они. И он это делал. Вот точно так же, вот, если смотрю в долгосроке, есть ребята, которые приходят в индустрию, у них в начале, может быть, нет такого яркого, сильного результата. Но они делают изо дня в день, делают, 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 делают. И через некоторое время у них чеки больше, чем у тех, кто на старте звездили. А ты занимаешь сетевую уже сколько лет? 20 лет. 20 лет. Ну, мы посчитали с тобой. На эти 20 лет, а был ли момент, когда тебе устал от сетевой индустрии и хотел что-то другое делать? Если честно, задумывался один раз, ну, когда в голове прокрутил, а чем еще заниматься? Дело в том, что вот, что мне помогает, даже когда нет результата, мне эта профессия нравится. Вот почему я спрашивал, да, то есть, где брать вдохновение, да, людям, которые уже приелось. Мне эта профессия нравится, мне нравится работать с людьми, мне нравится, когда ребята в команде зарабатывают. Вот. И поэтому другие отрасля нет желания. Получаешь, что у тебя был момент какой-то, ну, после каких-то, наверное, кризис, ситуация уже как-то задумано, но все равно у тебя есть ощущение, что до конца жизни ты будешь заниматься в индустрии? Есть, да. У меня тоже самое, и знаешь, что хорошо? Что это, наверное, один из редких профессий, что тебя никто не отправляет на пенсию. Просто хочешь, на последний день твоей жизни можно заниматься. У меня, кстати, американские были спонсоры такие, которые вот жили, ну, долго и занимались в индустрии до последних дней их жизни. Ну, ты шикарная. Да. Никогда ты себя ощущаешь, как бывший чемпион, который уже не могут заниматься в индустрии. В индустрии можно заниматься всегда. Много людей говорит, что вот старый сетевой, вот продуктовый и так далее далеко не пойдет. Вот. Какие у тебя мнения? Ну, дело в том, что старые сетевые как работали, так и будут работать. Почему? Потому что люди, продвигающие продукт, который им нравится, то есть за этим, в принципе, будущее. Потому что вот сейчас людям, в принципе, с одной стороны интернет – это здорово, потому что позволяет общаться со всем миром, экономит очень много времени, очень много денег. Но, с другой стороны, люди за интернетом теряют личное общение. Это то, чего не хватает. И в моем понимании в будущем это будет достаточно большой дефицит личного общения. Не случайно уже сейчас бешеные деньги люди платят психологам. Почему они идут к психологам? Ну, не хватает общения. Вот. А старая школа сетевого маркетинга… Да, да, да. Я заметил, есть много людей общаясь с самим собой. Да, да, да. То есть, с одной стороны это приносит деньги, но душевную эту пустоту деньгами не заполнишь. Вот. И поэтому вот баланс вот где-то посредине использует технологии, выстраивать именно личные отношения. Потому что, если мы хотим построить большую сеть, это всегда в первую очередь отношения между людьми, между лидерами. Есть отношения, компания и команда растет. Нет отношений, даже если был рост, потом все рушится. Даже самый лучший продукт, самый лучший маркетинг ничего не помогает. Ничего не заменит, конечно. Да, конечно. Долгосрок – это как раз фундаментальный вот элемент, вот самое главное – это отношения. Когда люди любят, что они дели, и они это делят совместно, и, в общем, это хорошо. Сейчас, имея свою сетевую компанию, я могу тебе сказать, на какие моменты в бизнесе я получаю больше всего удовольствия. Эти моменты, они связаны с людьми. Я получаю удовольствие, когда мы готовы, например, путешествия. Ой, я заметил. Когда мы будем, вот мы с тобой, например, планируем. Да, сейчас, да. Не случайно у нас даже интервью в путешествии идет. Все, мы сейчас идем на интересные места, на горы, мы общаемся. Это, типа, рабочий день, вот. Я обожаю эти моменты, я обожаю себя в индустрии. Это свободно, есть парадокс, потому что мы действительно много работаем, больше 80 часов в день по-разному, но никогда не ощущаю, что мы идем на работу. Вот, да. У нас, у меня всегда ощущение, что я очень люблю в этой профессии, что я работаю не потому, что я должны, я работаю, потому что мне это нравится. У меня еще пару вопросов осталось, которые хотелось бы обсудить. Ага. Смотри, вот я знаю, что ты не любитель подписывать большое количество людей. Да. Ты никогда не был мастером подписания, но у тебя всегда было очень много сильных лидеров в команде. И вот отсюда вопрос, а, в принципе, суть бизнеса – это выращивание или подбор лидеров. Вот по каким критериям ты для себя определяешь потенциал человека в лидерстве? И как ты вот либо выращиваешь лидеров, либо берешь готовых? Потому что есть два варианта, да, то есть либо взять готового лидера, либо вырастить. Лидер готов – это значит, что у него уже получился успех до тебя. Я не сильно люблю, потому что если раньше ты ему был не нужен, мне рассчитывай, что ты ему нужен новый процесс. Мне тоже нравится больше. Я читаю, что у меня критерий только один – если у человека есть какое-то желание, какая-то мотивация двигаться дальше, иметь что-то большее, что ты делаешь. Это критерий для меня самый главный. Поэтому я, если вижу, что человек не совсем, ну, как у нас не коннект, или у нас не вопрос, амбиции разные, потому что я не спрошу все иметь такие же амбиции, как у меня. Но если я вижу, что у нас как-то не коннект, тогда я этот человек, если он хочет занимать бизнес, я буду предлагать ему работать с одним из моих лидеров. А я беру возле себя, рядом, людей, которые действительно, я чувствую, что я могу на них хорошо влиять. Если я чувствую, что я имею влияние на человека, и если я чувствую, что он готов двигаться дальше, если у него есть амбиции. Потом, что у него уровня, нет уровня, это не имеет значение, потому что у нас будет период работы, и он будет показать себя, ну, он покажет себя… Какие он качества должен проявить, чтобы ты его заметил? Амбиции какие-то. Ну, очень много людей приходят, которые говорят, у меня, я там добьюсь больших результатов, у меня большие цели, у меня большие амбиции, и вот на уровне… Ну, я никогда не реагирую на слова людей, потому что люди говорят много вещей, которые иногда очень часто не соответствуют действия, поэтому есть для меня тестовый период. То же самое, когда я беру сотрудник на работу, всегда на договор есть период, как называется… Испытательный срок. Испытательный срок. И это очень важно. Любой нормальной фирмы, когда она рекрутирует сотрудник, любой контракт есть испытательный срок. Когда я… И в итоге этот срок, в принципе, у тебя достаточно времени, чтобы понимать характер человека, амбиции человека, если у вас совпадение, и реакция человека на нескольких ситуаций. В бизнесе здесь тоже самое. Я даю любой человеку, с кем я начинаю работать, какой-то головой у меня испытательный срок. Этот срок разный бывает, если человек действительно вот как работает, что это значит? Люди свободны, в принципе, они работают в сетевой индустрии, в свободной индустрии, они предпринимают. Но я определяю время, которое я буду потратить с этим человеком, это будет зависеть, что я буду наблюдать на этот испытательный срок. Примерно две недели, три недели. Примерно так. И то есть, если он за две недели не проявился, три недели не проявился, ну, значит… Ну, это значит, что в дальний момент этот человек не мой кандидат. Это не значит, что он не будет мой кандидат через несколько месяцев, может быть год. Но на сегодняшний день я не должен сконцентрировать на этот человек, потому что для меня это могут быть тратить время. Тратить время для любого человека, который уважает свой бизнес, это называется убитка. Убитка в свое время. Почему-то сетевики, они не мышляют как в бизнесе. В бизнесе, когда ты тратишь свое время, это деньги, это убитка. Поэтому я не позволяю никто… Приносить убыток. Да, да. Ну, воровать время. А у нас еще и энергия, да? То есть, потому что когда ты тратишь время на человека, а он не использует… Есть несколько моментов, ты можешь тратить время, потому что у человека, может быть, есть талант, но с тобой постоянный конфликт, выясни отношения, не понимаешь. Поэтому критерий важный для меня, если действительно я вижу, что у меня есть хорошая возможность влиять на человека. Если я влияю на человека, я могу быть для него очень полезным. Если я вижу, что он тратит очень много энергии, что оправдывает, выясняет отношения, объясняет… Это тратит время. Это тратит время, значит, убитка. Самый, наверное, важный вопрос для новичков – как им максимально эффективно использовать события. Потому что я знаю, что ты всегда… твой главный критерий – это события. Ты всегда умел продавать события. Ты меня к этому приучил, поэтому бизнес строился очень легко. Вот хочется, чтобы ты сейчас это передал. Это опять связано с Римом. Если человек хочет иметь успех через 20 лет… Ну, это тоже не мой кандидат. Через 20 лет у меня будет уже 70 лет. Ну, не совсем 70, но меня не сильно вдохновляет. Поэтому я считаю, что время – это важно еще раз, что надо иметь хорошие эмоции в этой жизни и здесь, и сейчас. И ощущай постоянно, что ты наразвит. Поэтому события, что дают события… Почему я стал великим промоутерам события? Потому что я заметил и наблюдаю уже больше 20 лет, что люди, которые присутствуют на событиях и которые могут… Продать его. Продать, вдохновить людей тоже участвовать на мероприятиях, они сокращают иногда 5 лет своей жизни. Бывает 5 лет, бывает 6 месяцев. Но я считаю, что мы ждем один важный мероприятие. И через год, ну, главный мероприятие компании, который раз в полгода, раз в год. Если ты их оптимально используешь, ты можешь сократить несколько лет. И можно иметь результат побестрее. Понимание побестрее – это точно. Видение – это понятно. Включиться с людьми, которые уже достигли успеха – это обязательно. Я знаю топ-лидер крупной американской компании, самый высокий, топ-5 мировой. Есть люди самые богатые, которые я встретил, другие, которые я наблюдаю, которые самые топ-50 сетевиков мира. На самом деле у них задача – сконцентрировать каждый год на одно. Самое главное мероприятие в год. И они могут тратить кучу времени, стратегии, и сфокусировать только над этим, чтобы оптимизировать, что когда будет этот мероприятие, у них будет больше всех людей. И все крупные сетевики, они сконцентрированы только над этим. Они понимают, как это важно для людей, для принятия решений. Естественно, потом обратная связь – это день, это результат, это успех. Признание. На этом мероприятие надо понимать, ты хочешь сидеть в зале, ты хочешь поднимать на сцену с признанием, ты хочешь выступать, ты хочешь достигнуть новой квалификации. Как ты себя видеть на следующем мероприятии? И вот на это надо сконцентрировать. Я так понимаю, что эти стратегии для тебя тоже всегда были достаточно удачны. Да. И ты работал всегда на этом мероприятии. Да, абсолютно верно. Ты уже готов к своему выступлению на следующем мероприятии? Да, конечно. Ну, тогда давай. Встречаем туда.